В Приморском районном суде Одессы прошло предварительное заседание по делу о разгоне антитрухановского майдана на Думской площади 1 сентября прошлого года. Вместо сотни нападавших на скамье подсудимых только один обвиняемый. Кто же он и о чем говорили сегодня в стенах суда, все знает Мария Жадан. В сентябре 2016 года на Думской площади силой разогнали антитрухановский майдан. Тогда люди больше полугода жили в палатках. И все для того, чтобы сменить существующую городскую власть. Тогда активисты заявили о бездеяльности правоохранителей. При помощи коммунальных служб акция была организована и согласована с мэрией. И мы считаем, что мэрия же в лице Труханова и Котлера, зама, она же была и заказчиком, и организатором этого жесточайшего разгона. Побили людей. Там был целый ряд потерпевших. Среди пострадавших активистка мирного протеста Алина Радченко, которую подсудимый ударил лицо кулаком. Следствие сосредоточилось только на этом моменте. Они выделили один эпизод, где Алину Радченко ударил, в данном случае подозреваемый, в лицо кулаком. И вот на основании этого одного эпизода через хулиганство, через легкое хулиганство пытаются слить все это дело. Из-за такого избирательного обвинения пострадавшая сторона сомневается в справедливости судебного процесса. Что делают следственные органы, которые мы считаем взмове в данном случае с нападающими. То есть они связаны с действующим криминальным кланом в Одессе. Поэтому этот процесс идет вот таким вот недолугим образом. Участники мирного протеста убеждены, что на скамье подсудимых должны сидеть действительно виновные люди. Мы видим такое блюзнерство, нашли какой-то асоциальный элемент, его посадили и он будет за всех отвечать. За такие злочины должны отвечать в первую очередь организаторы. Потому что это был злочин с метою залякать общество гражданское. И до певної меры они это и сделали. Сейчас они могут открыто палить ресторани на узбережжя, могут красить лекарни, которые подарены місту. Это было только предварительное судебное рассмотрение. Следующее заседание запланировано на 17 августа. Мария Жадан, Андрей Дьяченко, 7 канал.